Трейдеры готовы к очередной торговой неделе, насыщенной важными макроэкономическими событиями, среди которых, конечно же, заседание Европейского центрального банка и данные по инфляции в США за май месяц. Оба события определяют дальнейший курс монетарной политики ключевых мировых центробанков. Конечно же, процентная ставка ЕЦБ останется на прежнем уровне. Но инвесторы не оставляют надежд узнать о планах регулятора на сокращение объемов покупки облигаций. Напомним, пока действует экстренная программа закупки долговых бумаг на сумму 1,8 триллиона рублей. Конечно же, намерения замедлить темп работы печатного станка должны позитивно отразиться на позициях евро. Однако тут стоит вспомнить последнее заявление главы ЕЦБ Кристин Лагард, в ходе которого она отметила, что еще слишком рано обсуждать свертывание стимулирующей программы. Лагард подтвердила, что ЕЦБ привержен сохранению благоприятных условий финансирования с использованием пакета PAPP и будет продолжать реализовывать этот план как минимум до марта 2022 года. Если такая риторика повторится, то это, конечно же, окажет негативный эффект на европейскую валюту. Вторым важным для трейдеров событием станет публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. За май месяц, скорее всего, потребительские цены вырастут на 0,4%. И это станет причиной ускорения годового темпа роста, который и так уже на максимальных уровнях с кризисного сентября 2008 года. И, кроме того, значение годовой инфляции уже более чем в два раза превышает целевой уровень ФРС, установленный на 2% годовых. Единственный способ умерить темп инфляции – это повысить размер процентной ставки. Однако монетарные власти продолжают утверждать, что рост цен явления временные и ужесточать политику ФРС не намерены. Как бы там ни было, но, скорее всего, очередной тревожный признак перегрева американской экономики станет причиной бегства инвесторов в безопасные активы, что повысит курс доллара и спровоцирует медвежий тренд на фондовых площадках. И, конечно же, на настояние трейдеров повлияет еженедельный отчет по количеству заявок на пособие по безработице. Аналитики не ждут резкого сокращения числа нетрадоустроенных и продолжают ставить весьма скромные прогнозы. Так, ожидается, что за неделю до 5 июня за пособием обратилось 370 тысяч американцев, что на 15 тысяч меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. Но стоит отметить, что данные в прошлой публикации оказались гораздо лучше прогнозных значений, упав ниже отметки в 400 тысяч впервые с марта 2020 года. Снижение количества ежедневных случаев коронавируса из-за вакцинации позволило стране продолжить свои усилия по возобновлению работы и побудило предприятия нанимать больше рабочих для реагирования на растущий спрос. Кроме того, многие штаты недавно приняли решение выйти из федеральной программы пособия по безработице после сообщения о том, что многие американцы отказываются трудоустраиваться, поскольку пособия больше, чем минимальная заработная плата. Подтверждение тому – это прошлые данные по повторным заявкам на пособия по безработице, число которых выросло до 10-недельного максимума. И закончится торговая неделя относительно спокойной пятницей. Среди публикаций трейдерам можно обратить внимание, пожалуй, лишь только на данные по промышленному производству в Великобритании и за апрель месяц. Но тут в очередной раз вспоминаем о низкой базе, о том, что в апреле прошлого года производство остановилось, и значение годового прироста в 30,2% уже выглядит не столь впечатляюще. В месячном выражении объем выработки британской промышленности может вырасти на 1,3%, что меньше значения прошлого периода. Так, динамика движения котировки в фунт-доллар будет больше зависеть от настроения трейдеров именно в отношении к доллару.